Варвара и Дмитрий, без сомнений, назовут произошедшее настоящим чудом Божьим. Дело в том, что эти молодые люди с детства были искренне верующими. Именно этот аспект их жизни стал решающим в дальнейшем пути. Ребята влюбились друг в друга еще в школьные годы, и став мужем и женой, они, конечно же, очень надеялись на скорое появление детей. Однако их первенец, мальчик, родился крайне слабым и, к сожалению, покинул этот мир всего через несколько недель после появления на свет. После этой трагедии Варвара столкнулась с трудностями в попытках забеременеть, и врачи порекомендовали паре пройти гормональную терапию. Результаты оказались удивительными, Варя забеременела пятерняшками. Это стало настоящей радостью для них, ведь большая и дружная семья – именно то, о чем Дмитрий и Варя всегда мечтали. Однако врачи были не столь оптимистичны в своих оценках. Они испытывали опасения за течение беременности и здоровье будущей мамы, поэтому предложили рассмотреть возможность редукции нескольких плодов. Для православной пары это научное слово «редукция» звучало как безжалостное убийство, и они решительно отказались от такого варианта. Ведь если Бог даровал им пятерых детей, кто имеет право лишать их жизни? Пара обошла почти все главные клиники страны, специализирующиеся на многоплодных беременностях, но нигде не согласились взять на себя такой сложный случай. Главный врач одной из клиник, однако, посоветовал им рассмотреть возможность поездки за границу, возможно, там найдутся специалисты, готовые помочь. Варвара и Дмитрий начали искать подходящую клинику, и вскоре их просьба привлекла внимание английских врачей. Однако у Артамкиных не было средств, чтобы оплатить их услуги. Семье оставалось лишь молиться и надеяться на чудо. И оно свершилось. Об их ситуации узнал состоятельный человек, занимающийся благотворительностью, и именно он анонимно оплатил семье все расходы на пребывание в английской клинике, включая роды и реабилитацию. А дальше все произошло самым удивительным образом. Все пять девочек родились совершенно здоровыми и вскоре вернулись домой вместе с родителями. Эта история быстро обрела широкую известность, и Артамкиным предоставили просторную четырехкомнатную квартиру. Кроме того, они начали получать положенные пособия, ведь теперь работал только Дмитрий, а его зарплаты преподавателя математики в ВУЗе, конечно, не хватало для такой большой семьи. Семья обходилась без нянь и помощников. Все заботы о детях взяла на себя Варвара, а Дмитрий во всем поддерживал свою жену. В их сердцах навсегда осталась благодарность английским врачам, которые буквально совершили чудо. Родители хотели, чтобы девочки знали об этом, поэтому, накопив деньги, через семь лет они снова посетили клинику всей семьей и искренне поблагодарили весь медицинский персонал за их помощь, доброту и необыкновенное терпение. Врачи, увидев малышек, которых они помнили в новорожденном возрасте, были очень рады встрече с гостями. Так трудные жизненные обстоятельства связали простую русскую семью с отзывчивыми врачами из Великобритании. Именно в таких ситуациях приходит понимание, что на земле живут такие же люди, как и в любой другой стране, и не может быть разделения на плохие и хорошие народы. Вся разница между нами заключается в традициях и привычках. Я полностью согласен с мыслью о том, что нет плохих народов, есть плохие люди. Иллюстрацией этой идеи служит сегодняшняя история. Ведь семье Артамкиных помогли английские врачи, а оплатил эту помощь наш соотечественник. Получается, что когда люди не делят друг друга на своих и чужих, все складывается наилучшим образом. Узнавая о добрых поступках людей в разных уголках мира, начинаешь осознавать, что нельзя ограничивать себя, отделяя от других. Сейчас, спустя 13 лет после своего рождения, сестры Артамкины по-прежнему остаются такими же дружными. Теперь они активно помогают маме по хозяйству, и в семье царит мир и спокойствие. Помимо школы, девочки посещают дополнительные занятия, но не все остаются одинаковыми. Родители внимательно следят за талантами дочерей и направляют их по тому пути, который приносит радость. Все пятеро изучают английский язык и регулярно ходят в воскресную школу при своем храме, где уже несколько лет поют в хоре. Вся семья Артамкиных вместе ездит на отдых и участвует в семейных играх и соревнованиях. Папа девочек, Дмитрий, два года назад был рукоположен в сан священника и теперь является настоятелем князь Владимирского храма на Лиховом переулке в Москве. А Варвара так и не вышла на работу, так как, помимо воспитания пятерняшек, у нее теперь особое служение, как матушке. Желаю этой замечательной семье счастья, добра, здоровья и Божьей помощи во всех начинаниях, а всем людям на земле жить в мире и гармонии. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!